Рекламно-информационная программа. Группный план. 13 часов 6 минут в нашем городе, у микрофона Владимир Сметанин, и, как обычно, по вторникам в это время начинается беседа моя с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании Ветич. Владимир, добрый день. Да, Лавович, приветствую тебя. Неделя прошла с момента нашей последней встречи. День пивовара 13 июня был, и ты знаешь, мне очень понравилась листовка, наглядность, размещенная, в частности, на сайте компании Ветич. Ну, я, как и любой, наверное, здравомыслящий сотрудник СМИ, люблю конкретику, люблю точные цифры и очень переживаю. И негодую, когда лицо, и тем более лицо, облеченное властью, льет воду, что называется. А тут прям вот все по полочкам разложено. Сколько продано за пределы Кировской области продукции в прошлом году? Пенного напитка более 6 миллионов литров, вятского кваса более 22 миллионов, сколько налоговых отчислений было в бюджет Кировской области? Более 850 миллионов. Это в 19-м году. Да, в 19-м году более 850 миллионов, из них акцизов. 543, да? 557. 557. Да, вот спасибо за конкретику, спасибо, что поделились. Ну, простенько наглядно понятно хотя бы. Да, здорово, здорово. Ну что, вернемся в реальность, вернемся в нашу обыденность. Общепит сейчас переживает, ну, в частности, Общепит, да, не самые легкие времена. С сегодняшнего, да, или со вчерашнего дня разрешено работать летним кафе. Я слышал вчера об этом. Верандам при заведениях Общепита. Да, да, да. Про веранды как раз я слышал, что вроде бы с сегодняшнего дня. Но я, совсем честно говоря, не интересовался деталями. Но я надеюсь, что откроется хотя бы до конца месяца все. Вот есть у меня... Вообще все. Ну, я не понимаю... И кинотеатры, и сауны, и бани. Мы эту тему как-то поднимали. Я плохо понимаю смысл вообще закрытия всего и вся во время коронавируса. Ну, как плохо понимаю сам феномен коронавируса. То есть, меня как-то тут спрашивают таксисты, а ты что же, не веришь в коронавирус? Ребята, я верю... Не веришь в Бога? Да, да, да. Вот примерно так. Я абсолютно верю в коронавирус. Я знаю, что он есть. У меня медики достаточно профессиональные знакомые, которые постят мне периодические истории о том, как это все происходит. Там есть много печального. Но много печального есть всегда при любой эпидемии. Там свиной у тебя грипп, там птичий какой угодно. Но у тебя были тоже умершие, тоже осложнения. Все это было. Сейчас это превращено... Мы уходим автопик, но на примере коронавируса понятно, как работает массовая пропаганда. Это вообще хрестоматийный, на самом деле, пример. Насколько быстро миллионы людей начинают задаваться вопросом, интересоваться и вести себя так, как будто они понимают что-то в проблеме. Что ошибка, разумеется. То есть, и когда... Ну, опять мы уходим... Диванными экспертами их называют. Или доморощенными специалистами. Нет, специалистами становятся все в политике, в футболе, в рекламе. Жил-жил, никого не трогал, а тут все вдруг начал понимать обо всем на свете. Нет, это раз. Но самое главное, когда возникает вопрос, как же в этой стране вдруг победил фашизм. Это очень любят Германию приводить. Такая культурная страна. И вдруг в какие-то тени нескольких лет буквально у тебя появляется совершенно дикий режим, да? Ну, ребят, посмотрите, вот что делает пропаганда. Это не во сколько лет. А у нас всего лишь несколько месяцев коронавируса, и люди уже твердо уверены, что там маски, дистанция, это все серьезно. Это на самом деле. То есть, это не чья-то прихоть, скажем так, а действительно медицинская установленная вещь, которая нужна. Причем, на самом деле, это даже не медицинская установленная вещь. Это чье-то пожелание, чье-то мнение. Это не факт. Ну, не будем обсуждать коронавирус. Ну да. В целом, я говорю. Хочу предупредить на наших слушателей о том, что мы сегодня оставили вторую половину передачи для того, чтобы пообщаться с вами по номеру 211-101. Мы продолжим наши такие включения, да, прямые от слушателей. Задаемся мы и вам предлагаем ответить на простой вопрос. Какое пенное, безалкогольное, разумеется, вы предпочитаете? Да, у нас вообще безалкогольная встреча. Да, безалкогольная у нас встреча. Какому напитку вы отдаёте предпочтение? Наше, не наше? Почему? И в чём разница, собственно, которую вы видите? Ну, в принципе, любые вопросы, которые интересуют по поводу напитка, безалкогольного, можно задавать? Пожалуйста, ребят. Я постараюсь с минимальными профессиональными знаниями. Я вот должен сдать экзамен по немецкой книге по пивоварению товарища Кунца. Зубодробительная вещь, сравнимая только... В оригинале её читаешь? Ну, нет, немецкий я не знаю. В переводе всё-таки? Конечно, нет. Зубодробительная вещь, отличная совершенно работа, настоящий немецкий учёный, который собрал всё, что надо было собрать. Это мне очень сильно напомнило двухтомник по неорганической химии, который у меня был в детстве, когда я увлекался. Над которым ты слёзы пролевал. Я его выучил наизусть. Мне интересно... Зазубрил. Да, зазубрил. Великолепная вещь, но там 800 с лишним страниц я пока не успеваю его доучить. Зато с какой гордостью ты потом будешь это воспринимать, как пройденный серьёзный этап в твоей жизни. Какие-то вещи я всё равно выяснил. Да, понимаю и так далее. При случае можно будет вернуть нечто из этой книжки. За нами не заржавеет. Но поэтому любые вопросы, касающиеся, задавайте. Да, это чуть позже всё будет. Теперь вернёмся к текущей ситуации. Вот эта информационная пропаганда, информационный натиск, как он вообще сказывается на работе компании «Вятич»? Ну, я, наверное, больше хочу сосредоточиться не на обыденных каких-то вещах, да, рабочих. Мы говорили о том, что меры профилактики предприняты на предприятии, всё и делается. А концептуально что-то меняется сейчас в жизни компании «Вятич»? Планы, возможно, какие-то срываются или новые строятся задачи? Под информационным натиском ты имеешь в виду всё это? Ну, вот это и да, коронавирусный. Коронавирусный шумих. Приблуды, да. Хорошо. Ну, два аспекта вопроса. Первый. Это то, с чего мы начинали фактически, это падение общепита. То есть у нас совершенно объективно, ну, по маю, насколько я помню, мы просели по общепиту процент на 10. То есть мы потеряли 10% оборота из-за того, что общепит накрылся. То есть по продаже... Слушай, какая-то поразительная цифра. Ну, 90-то осталось, это за счёт... Нет, 90-то это сам завод. А, всё, ясно, ясно. Надо было уточнить просто. Это уже тара, да? Причём тара не кеги, не упаковки, которые идут в общепит, а то, что продаётся в магазинах. Так вот, общепит просел примерно на 10%, причём в Москве, в больших городах это падение ещё более ощутимо. То есть я знаю рассказы, уже рассказы из знакомых попутчиков, там, приятелей о том, как закрываются фактически конторы, которые торговали раньше от вятища, ну, просто потому, что это нерентабельно, платить налоги, аренду и так далее. Это печальное следствие того, и не факт, что они быстро вернутся на рынок. Очень не факт. То есть нас ждёт интересный... И вернутся ли вообще? Да, нас ждёт интересный период, будем на него... Будем таки посмотреть, как говорят в Одессе. Так вот, с общепитом мы просили, да, продажи как таковые у нас выросли. И сейчас я... Упал. Да. И сейчас я, ну, не... Это мы все позиции продукции имеем. Да, конечно, конечно. И сейчас я надеюсь, что летний сезон всё-таки удастся. Плюс новинка, вот эти летние, 31 безалкогольная, разумеется. Та, которая вышла буквально, по-моему, 13 мая мы её запустили, да. Я думаю, что мы поймём эффект от этого где-то середина июля. Вот так ориентировочно. Когда можно будет подбивать некие цифры, да? Ну, какие-то, да, какие-то цифры смотреть. На которые можно обращать внимание. Пока это радует, вот буквально 5 минут назад, разговаривая с молодым человеком, который у нас звукооператор, на этом... Максим его зовут. Не будем его без имени оставлять. Так вот, разговаривая с Максимом, выяснилось, что он в прошлом бармен, да, поэтому разбирается, и поэтому любит нефильтрованное. И из вот этой линейки вячевской, из зелёной 31, безалкогольная, конечно, как и выпущенная недавно, летняя 31, безалкогольная, конечно, вполне приличная вещь. Это радует. Вот чем больше я от людей слышу здравых оценок по поводу продукции, тем лучше. Ну, вот, что зелёная 31, безалкогольная, что летняя 31, безалкогольная, я с чистым сердцем, абсолютно откровенно могу его рекомендовать. Потому что я его сам пью. Вот всё. То есть это... Я абсолютно доверяю своему организму, и он отвечает мне взаимностью. Ну, давай конкретный вопрос, не буду оставлять его на потом. Удалось ли увеличить представительство этой упомянутой продукции на прилавках? Ну, мы потому что говорили, что только глобус на первоначальном этапе. Ой, вот я надеюсь, что это тяжёлый вопрос, скажем так. Ну, я понимаю, да. Да, я надеюсь, что на этой неделе там пара-тройка местных торговых сетей, маленьких, ну, локальных как бы, да. Там Самобранка, ещё что-то, ещё что-то. Мне вчера начальник отдела продаж рассказывал, я не записал эти названия. Вот. Я надеюсь, что на этой неделе упаковка в трёх литрах, ну, то есть две полтора разки спаренные в пакете, они пойдут туда. То есть это хорошо, потому что всё-таки у меня остаётся желание вернуть вот эти три литра в обиход, вернуть в пользование. Это выгодно для людей, это интересно заводу, потому что есть перспективы, когда мы вернём часть сортов вообще в эти упаковки. Пока я эту тему бросать не хочу. Насколько она разовьётся, вопрос интересный, конечно, не знаю. Ну, так или иначе, тему не оставляется? Нет, не оставляется. Компания, эти переговоры идут, переговоры идут. Вполне возможно, что в скором времени это всё вылится в конкретное сотрудничество, да, и в появление продукции на прилавках новых сортов. Ну, вот тут мы автоматически переходим вообще к вопросу торговли. Да. Ну, потому что это то, без чего любой производитель просто-напросто не может существовать. Ты производишь, ты должен доносить это до потребителя. Вот смотри, у нас ситуация следующая, значит, если мы возьмём торговые сети, про которые мы так любим говорить, у нас вообще вот наплевательское отношение сетей к нам. Ну, мы для них делаем минимальное количество в обороте, да, плюс они берут небольшое количество позиций, а оборот маленький. То есть мы для них так, маленький колхозный заводик, который из любезности или, ну, просто они поставили. То, что это им приносит деньги, то, что это делает их оборот, в общем-то, им без разницы. Ну, давай процент хотя бы назовём. Хотя примерно. Я не думаю, что там несколько процентов максимум. Несколько. То есть, допустим, тот же магнит, бах-бах-бах, и у него, по-моему, в магните, да, в магните буквально, у них слетела матрица, и поэтому они не заказывают. Там полки вымываются, то есть продукции всё меньше и меньше, да. Это программное обеспечение, я как бы там предполагаю. Почему-то только по нам. Вот с дела слетела матрица. Уже недели две как слетела, и всё как-то вот не налаживается. То есть выводится стекло почему-то из пятёрочки, да, то есть они бах-бах, перестали заказывать стекле. Тоже, ну, как бы особо без объяснений. То есть, ну, не хочется, да и всё. Бристоль, это вот потрясающий пример с Бристолем, когда однажды мы, ну, не переругались, переругались, мы, слава богу, мало ругаемся с Леонидом Николаевичем Курагином, потому что я, едущий к себе домой, захожу в Бристоль, который у меня по дороге, там покупаю напиток, естественно, безалкогольный, как я люблю это делать, и покупаю какую-то достаточно известную марку, да. Раскрученную. Ну, скажем, ну, она не то, что... На федеральном уровне, скажем, да. Ну, да, она федеральная, не то, чтобы она раскручена, это вполне, причём достаточно такой терпимый сорт называется, есть среди, даже среди федеральных вещей есть неплохие вещи. Вот, надо просто искать, то есть не надо брать всё подряд. Вот, и рассказываю об этом, выслушиваю инвективы в адрес того, что почему я не патриот Вятича, почему я, хотя мы есть в Бристоле, в следующий раз, едущий обратно, я захожу в тот же Бристоль, и, обыскав полмагазина, ну, я мог попросить продавцов, ну, как бы неловко было дёргать людей, я нашёл Вятич в Бристоле. То есть четыре бутылки стояли внизу, где-то на полке, так что нормальный человек их просто не заметит. То есть только встать на колени нужно, да, 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 чтобы было удобнее их разглядеть. На карачках там пробежаться вокруг привавков, и ты увидишь нас. Вот Бристоль их прячет. Магнит просто, ну, я тебе говорю, матрица сломалась. Знаешь, как в 90-х годах, самый распространённый вариант, ой, там, бухгалтер сломал ногу, платёжка ушла в банк. Ну, пока денег мы не видим, конечно, на счёту, но что-то, видимо, объективные обстоятельства. Вот то же самое, матрица сломалась. То есть сетями это геморрой. Я мечтаю, конечно, о дистанционной торговле. Так, стоп, давай растолкуем вот сейчас сразу, что есть в этом случае дистанционная торговля, да, чтобы было понятно всем. Ну, тут интересный вопрос по поводу того, что насколько в эфире нашего прекрасного радио «Эхо Москвы» говорить о том, что мы изо всех сил за. Мы всей душой за и готовы немедленно осуществлять, если закон о разрешении дистанционной торговли алкоголем будет принят в Советском Союзе, в России. В Советском Союзе. Обернулся назад так на 30 лет. Нет, понимаешь, для меня, на самом деле, эта страна, она как была, вот Россия, Советский Союз, потом Российская Федерация, она изменилась очень во многом. То есть, да, люди поменялись, да, ну, как бы, квартирный вопрос, как известно, их и спорте, вот это все, но это все та же самая страна. Ну, давайте я добавлю, что это сугубо личное мнение Владимира Маммана. Естественно, конечно, конечно. Чтобы никто не придирался, да. Не, ну, я надеюсь, у нас не будет политические баталины. Каждый у нас имеет право высказывать свою личную мнение. Мы же живем в свободной стране, демократически. Вот. И, все, ты сбил меня от мыслей. Дистанционка, дистанционка, да. Нет, так дистанционка, как только этот закон, как только этот закон будет принят, да, мы просто со страшной силой отправим в дальнее-дальнее плавание все эти торговые сети. То есть, традиционная торговля станет практически, для нас, для нас, подчеркиваю, практически не нужна. Ну, как это будет выглядеть? Человек сидит, ему захотелось... Человек сидит со смартфона. Со смартфоном. Вот мы с тобой сидим в редакции. Я тебе рассказываю совершенно радостно, увещевающе. Вот, как я тебе принес русский имперский столб. Без алкоголя, разумеется. Наконец-то я его увидел. Наконец-то. Наконец-то. Дорогущая коробочка. Надеюсь, что все попробуют. Так вот, смотри. Мы с тобой сидим, я тебе рассказываю, рассказываю, у тебя начинается слюноотделение. Ты думаешь, господи, действительно, а взять попробовать новинку? Взять попробовать что-то? А что он говорит? А так ли это? Ты открываешь на смартфоне просто как-то приложение, без разницы, что, я надеюсь, все-таки приложение мы сделаем. Если не в этом году, то в следующем. И заказываешь себе с доставкой просто нужное тебе количество. В любое время, в любое место этого города и так далее. Я ручаюсь, что зачем человеку покупать с магазинской наценкой, да? То есть ты получаешь тот же товар, доставленный к тебе, и дешевле, потому что мы на доставке сможем экономить. Потому что, и мы сто раз говорили, накрутки, по-русски говоря, это накрутки, накрутки на наши товары в магазинах, это 30% в лучшем случае. Обычно 50%, а в некоторых случаях 80%. В общем, для потребителя сразу две очевидных выгоды. Во-первых, а, не надо никуда бегать, чтобы тебе привезут. Во-вторых, ты приобретешь это все дешевле, без наценки магазина. И у нас нет никакой проблемы не доносить людям о том, что это такое, почему это такое, с чем это едят, откуда растут ноги у самолетов, почему так сделано. Слушай, а как быть с совершеннолетием? Ну, господи, ну, ограничения на сайте у тебя в любом случае стоят. Приложения нет, а как понять при передаче товара? Нет, 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 это вопрос тех... Гражданин уже исполнилось в 17. Нет, ты будешь предъявлять паспорт, что же делать, конечно. Нет, тут масса вещей, учитывая, что тебя можно будет идентифицировать в процессе онлайна. То есть там все это, все это, эта техника, это все можно предусмотреть, продумать и разработать. Но уже два года в Госдуме лежит этот закон о дистанционной торговле алкоголем в России. То есть Минпром двумя руками за он прекрасно понимает, что это оживит экономику. В первую очередь производителей. А в этом, ну, здравые мысли даже у нашего Минпрома есть, да? Ну да, вы понимаете, производитель напрямую контактирует с потребителем. И для нас, как для лоукал бренда, для регионального производителя, это Клондайк. Потому что мы абсолютно уверены, что как только мы это получим, во-первых, у нас исчезает проблема с торговыми системами, просто исчезает. Нам не надо ломать зубы, мозг там все, язык стирать до упора, доказывая магниту, пятерочки. Вот красное и белое волшебное, да, в котором нас просто нет. Ну, сколько можно вот одно и то же, одно и то же. Это не решается. Не будем, я даже не хочу обсуждать эту тему, она головомойная скорее. Почему правительство России, почему правительство, я ничего не сказал в Российской Федерации, хотя параллели, конечно, есть. Почему правительство Кировской области не делает ничего для того, чтобы мы реально оказались на полке? Помнишь, мы говорили и про Тарстан, и про Пензу, и про Нижний, где эти проблемы решаются? Где застолблено, в частности, определенное количество местного продукта. Да, да. Меньше этой планки нельзя? У нас этого нет. И как решить это, непонятно. Можно только говорить, обращаться к правительству, убеждать их, показывать что-то. Пока, вот, она не там, ну, капля точит камень. Посмотрим. А вот с дистанционной торговлей, с дистанционной торговлей у нас было просто все прекрасно. То есть мы сразу же бы получили карт-бланш. И это выгода потребителя 100%. То есть я уверен, что люди бы проголосовали двумя руками за это. А, кстати, можно так поконкретнее, чтобы дала Вятичу дистанционно, то есть в цифрах, сколько сейчас примерно доля рынка, занимаемого Вятичем, и до каких значений она могла бы увеличиться? Ну, смотри, ты предлагаешь мне стать Нострадамусом, да? Ну, почему бы нет? Ну, потому что предсказать точно долю рынка, это как прогноз погоды, метеорология, метеорология. Нет, ну, в любом случае, серьезный производитель, он занимается прогнозированием, сравнением показателей и так далее, ставит какие-то цели вполне себе ощутимые. Можно особенно не волноваться, почему. У нас сейчас порядка 30% рынка у Кировского. То есть примерно каждый третий продукт покупаемый, это продукт завода Вятич. Да. Причем, почему это до сих пор так, для меня удивительно, учитывая нашу представленность в тех же магнитных пятерочках и престолях. И непредставленных. Вернее, непредставленных. Больше походит на непредставленных. Непредставленных. То есть это просто чудо, потому что мы еще держимся с этим набьемом, да? Я бы боялся, что уже меньше. На самом деле, 30 я сегодня уточнял с утра. Так вот, дистанционка даст нам, ну, 50-60 минимум. То есть мы увеличимся в два раза. То есть это совершенно понятно. Там, понимаешь, вот та тема, которую не стоит обходить, она очень понятна и проста. То есть вот у тебя есть упаковка с яркой этикеткой, ну, безалкогольного, разумеется, других вообще не существует, по-моему, в нашем регламентированном законодательском пространстве. То есть вот у тебя упаковка с яркой этикеткой, с брендовым названием, все-все-все-все, она заполонила все. То есть абсолютно понятно, что содержание должно соответствовать форме, в моем понимании. То есть то, что у тебя внутри... За красивой картинкой должна скрываться не менее прекрасная. Да, да. Ну, мы с тобой говорили ни раз и не два о том, что напиток, стоящий за 39 рублей, по цене водопроводной воды, не может быть ничем красивым, идеальным и хорошим. То есть мнение, которое у нас сложилось, не будем мы гнаться за яркостью, то есть не будем гнаться за вот этой пафосной, вот этой вычурностью, за всем вот этим, да. То есть это будет то, что вот что нарисовано, то и внутри. Что мы можем предъявить людям, то у нас и есть все. Вот никаких ввеляний в отношении потребителя, никаких попыток его заманить яркими названиями, там, этими крикливыми этикетками. Я считаю, что это глупость, потому что кратковременный эффект обычно это дает. То есть люди пробуют новинку, но она то же самое, в лучшем случае то же самое, что было раньше, да. Вот под этой крикливой этикеточкой, да. А чаще всего получается наоборот, человек берет вот это акционное дешевое, там бренды, названия, все, он получает болезнь фактически. Ну, это такая, сколько достаточно тем, потому что мы не имеем права даже говорить о пользе пива, да. Ну да. Безалкогольного, алкогольного без разницы. Соблюдение определенных норм должно быть. Есть ограничения, хотя мои разговоры с врачами, которых я объезжал на тему, не имеют места быть. И у меня определенные мнения, их мнения есть, причем мнения достаточно профессиональные. То есть я знаю, что к чему. Так вот, дистанционка, она даст нам возможность, во-первых, доставлять людям напрямую. Во-вторых, люди поймут, что, ребят, вот мы работаем на качество. Мы работаем над тем, чтобы то, что мы делаем, это был стандарт. То есть это было действительно. Мы говорили о том, что мы поставляем в Германию, поставляем хорошо. Каждые две недели у нас партия выходит. Будем надеяться, что расширится это. Но самое, пожалуй, главное, то, что мы оставили, сохранили немецкие традиции. И это свежее, это натурально. Это те же 28 дней. Это тоже холодное ображение. Ну, там вот технологическая тонкость, которая очень интересна. Например, возьмем Балтику, да. Родную и близкую нам. Сейчас вспомню, как бренд выглядит. Да, мы возьмем его. Безалкогольный, разумеется. Да, безалкогольный. Конечно, конечно. Вот, возьмем безалкогольный. Как делается? То есть сначала варится... Вот я не дочитал книжку Кунца, поэтому не помню, как это точно называется. Придется сейчас импровизировать немножко. То ли это высокой плотности, то ли... Вот как-то вот так называется. Они варят сначала вот эту высокую плотность, причем добавляют ферменты. Поэтому она бродит неделю. То есть не 28 дней, как полагается по технологии, а неделю. Добавляют фермент, подбрасывают температуру. При температуре, как мне сегодня объясняли, на анаболик. Вот как на анаболиках, да, эти дрожжи. Они начинают работать. На ускорителе. Да, они начинают работать, температура, фермент, у тебя все это разгоняется за 7 дней. Экономия электроэнергии, киловатты, все, рабочая сила, все здорово. И через неделю все это берется, разбавляется водой в два раза и разливается. И чехи, чехи, подчеркиваю, называют пиво, безалкогольный, разумеется, произведенное таким способом, подкрашенная сладкая водичка. Вот, но это я имитирую эстонский акцент, отнюдь не чешский, я его не знаю, да. Но суть понятна. Суть понятна, да. Вот этого навядчи не будет никогда. И да, будет какая-то просвойка, категория людей, которые будут экономить, мы говорили, там, свои 10 рублей. Пусть экономят, пусть это... То есть покупают дешевле. Да, да, нет, это не... Пусть в этих магазинах, если бы была дистанционка, вообще вопросов бы не было. Мы могли совершенно спокойно работать с ними по цене. Нам пора на рекламу прерваться, середина часа. После этой паузы мы, напоминаю, хотим с вами побеседовать. 211-101, прямой эфир, номер прямого эфира. Какое вы, пенная, предпочитаете? Наше, не наше, почему? Давайте пообщаемся вот так по душам. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании ВЕЧ. Можно уже звонить. Перерыв. К разговору о том, чем же уникальна продукция компании ВЕЧ. Безалкогольная, разумеется, да? Мы о другой тут не говорим. В той же агитке это, да? Конечно, да. Немецкие традиции. Содержится 5 аминокислот, витамины группы Е, С, В, С, Л, Н, антиоксиданты, кремний, кальций, фосфор и калий, растительные волокна, тиамин, рибофлавин, пантетоновая. Нет, не так прочитал. Пантетеновая кислота. Ага. Пантетеновая. Вот вспоминая тех врачей, которых мы не имеем права употреблять иначе, как высказывание, там замечательный момент, когда им рекомендовали прописывать, безалкогольную, разумеется, другого тогда не было, в институте им рекомендовали прописывать больным, особенно с анемией, да, то есть пониженным обменом веществ и так далее, и так далее. Сейчас мы не имеем права об этом говорить, да, о полезных смыслах. Да, конечно, официально, нет, ни в коем случае, мы не будем в этом говорить. Давай примем звонок, 211-101, да, алло, добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, меня зовут Надежда. Надежда. Я уже слушаю не первый ваш эфир на самом-то деле, и у меня есть к вам несколько вопросов. Так. Ну, я слушаю, да. Я вот нахожусь в счастливом браке 12 лет. Так. Из них 10 лет мой муж выпивает. Задумайтесь. А почему мы в браке 12, а вот два года спустя он начал выпивать? Ну, ладно, нет, не о том. Я бы просила, Владимир, оставить свои литерные комментарии и все-таки выслушать мой вопрос, потому что речь идет о вашем любимом пиве, которое довело моего мужа до такого состояния. О как, о как. Мы с ним познакомились, он был спортсмен, начал пить, и вот буквально до карантина в январе месяца ему вдобавок гастриту, с которым он 6 лет ходит, поставили еще и жировой гипотоз печени. О как, о как. На протяжении 10 лет, каждый день после работы, он заходит в магнит или пятерочку, берет эти жестяные банки по акции и выпивает. Ну, и так. Жестяные, ну и просто я делаю предположение. Я просто понимаю, с ним и предположить, что в его состоянии виновата не я, а непосредственно ваше пиво, которое вы так хвалите. Так, стоп, стоп, стоп. Дайте разбираться, ваше ли это пиво. Да, во-первых, а он что пьет-то, собственно? Наше пиво? Без алкоголя? Без алкоголя. Ну, что находится по акции в этих пятерочках? Кто он и пьет? Гусь, балтика, вот все вот эти 15-ти банки, которые там стоят, кто он это берет? А, надежда, надежда, надежда. Причем, вот, Христом Богом, причем здесь вятич? У нас нет по акции в пятерочке и магните, просто нету, банально совершенно. То есть, если он это все берет с жировой гипотоз, да, это преддверие цирроза, между прочим. Так вот, он берет то, что мы называем много раз, называли экспресс, пивом, суррогатом. Вот то, что я с Вадимом Сметанином рассказывал буквально пять минут назад, как делает Балтика. То есть, как и как делаем мы. По ГОСТу, это ГОСТ принят сырее под давлением тех же транснациональных компаний, которые торгуют, производят в огромном объеме. Так вот, по этому ГОСТу они могут пропустить ту технологию, которая, на мой взгляд, по-моему, мне исключительно вредна. То есть, ну, понимаете, выпивая Балтику, ты получаешь изжогу. Вот проверено это на себе, проверено в первую очередь, проверено по многим людям. Покупая вот эти брендовые, в большинстве случаев ты получаешь какие-то вещи отрицательные с желудочно-кишечным трактом, пищеварением. То есть, и, ну, у вас вопрос очень... Ой, я не нарколог, во-первых, поэтому, естественно, дистанционно, да. Ну, да, тут без специалиста именно в этой среде тут вряд ли что-то советовать. Нет, я, конечно, прошу прощения, Владимир, я очень рада, что вы имеете какую-то базу знаний касаемо пива. Мне с мужем-то что сделать? Его привезти куда-то в магазин, тыкнуть в какую-то бутылку, сказать, пить теперь только это. Нет, ну это... Как решить проблему? Вы понимаете, у нас вот семейный бюджет и 7 тысяч только уходят на таблетки и на обследование. Ого, ого. Значит, ну, во-первых, убедить человека лобовым образом, не в армии, не в тюрьме, для того, чтобы сказать, ешь вот это, там, ходи туда, да. То есть убедить человека, тем более, который постоянно пьет, что вот этот продукт лучше, чем вот этот, напрямую, ну, довольно трудоемко привезти в магазин и тыкнуть в привалок. Нет, смотрите, во-первых, сразу, сразу должен честно признаться, что я не нарколог, это раз, хотя я работаю все время с наркологами и немножко представляю тематику. Если вам уже поставили гастрит, по моему мнению, он не может исчезнуть от того, что вы перейдете на вятич, да, вдруг он бросит это акционное, перейдет на вятич, и гастрит, нет, гастрит никуда не денется, его придется лечить. Я вообще не уверен, что при гастрите можно по-прежнему такие вещи, ну, вообще вот все эти вещи, то есть там даже ничего острого, по-моему, нельзя, если я правильно помню. Таким образом, но единственное, что можно сделать, если он не отказывается, если он все равно настаивает, ну, вот не можете на него повлиять, чтобы он отказался от привычки, ну, хотя бы минимизировать, да, ну, берите, берите наше просто потому, что в нем, от него вреда такого, как от акционки не будет, это 100% совершенно. Ну, тут я могу, не могу опять сослаться на врачей, потому что нам запрещено на них сослаться, могу сослаться на свой собственный опыт, который говорит о том, что это более-менее нормально, то есть это так, ну, это самореклама начинает получаться, я убежден, что ВЯЧ это лучший вариант, который сейчас можно выбрать. А уж удастся ли убедить мужа, знаете, давайте даже, наверное, посмотрим следующим образом, то есть трубочку не кладите, сейчас оператор с вами... Контакты запишет? Да, контакты запишет, я с вами просто свяжусь, то есть я, естественно, не буду, ну, скорее всего, надо просто поговорить с мужем, да и все, объяснить, как бы, насколько это, ну, неправильное поведение, и что с этим можно делать, то есть, ну, оставьте, в любом случае там, оставьте свои координаты, я свяжусь с вами, ну, хотя бы скину вам какие-то материалы, потому что можно, что нельзя. Они у меня есть, кстати говоря. Ну, вот такое только решение пока. Владимир, большое, конечно, спасибо за информацию, потому что мне иногда кажется, что Коленька скорее бросит брак, чем пиво, и я думаю, что вот ликбез, который вы ему устроите, я думаю, что как-то все-таки поможет нашей ситуации, мы не будем валивать такие огромные деньги на последствия этого пива. Вот, я не хочу вас обнадеживать, я, конечно, проведу ликбез, но семейная психотерапия в данный момент не моя профессия, я всего лишь пресс-секретарь, заводик, авиач, еще, вот, не больше того. То есть по пиву, конечно, надежно. Спасибо вам огромное, Светлана. Да, ситуация. Хорошо, не кладите, да, еще с нашим редактором, пожалуйста. Так, есть еще времечко, буквально 3-4 минуты. Будем еще, да? Ну, если кто-то прозвонит, да, конечно. 211-101, просто время остается. Три минуты у нас остается до конца. Нет, Володь, вот, на самом деле, одна из главных проблем вообще, в принципе, по Вятичу, это именно отсутствие прямого диалога с людьми. То есть у нас нет, благодаря ограничениям, массе ограничений, возможности говорить публично, хорошо говорить, рассказывать о том, что мы делаем. Мы везде должны спотыкаться. Благодаря отсутствию вот этой дистанционной торговли, когда люди, мы быстро смогли бы объяснить людям, почему это качественно. О, есть звонок, да? Может, договоришь? Если уложишься в полминутки, закончим мысль, примем звонок, да? Хорошо. Так вот, мы могли бы благодаря дистанционной торговле объяснить очень просто на примере вживую, объяснить людям, что вот это качество, это нет. Все, больше нам ничего не надо. То есть у нас была постоянная, своя, серьезная аудитория, которая бы нас ценила и уважала. Сейчас, ну, а 30% могло бы быть 60%. Ну, вот, пока такие реальности у нас реалины. Ну, этот вклад в этот информационный ликбез мы тоже вносим своими встречами, безусловно, да. Я не успею рассказать пару историй про то, что мы внесли, так что давай со знакомым. Ну, давайте, да. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Вот. Добрый день, меня зовут Вячеслав. Слушаем вас, Вячеслав. Вот такой вопрос, да. Владимир, а как будет повлиять на качество, если у вас повысится спрос на пиво, то есть обороты возрастут? Или вы не будете менять качество, ускорять его пиво, это все? Нет. Ну, давайте я напрямую. Не будете ли вы бодяжить тогда? Да, если у вас объемы вырастут. Нет, нет. К сожалению, я не могу по радио изобразить в лицах, насколько я возмущен этим вопросом. Мы не будем бодяжить, поверьте. То есть дело в том, что... Бодяжить меня не рассказал. Нет. Дело в том, что мощности завода позволяют, в принципе, минимум удвоить производство. То есть эти запасы у нас есть. И никаких вариантов, там, изменения рецептуры, изменения технологий. Дело в том, что в пивоварении, безалкогольном, разумеется, о другом мы не имеем права говорить, в нем значимы даже несколько градусов и несколько часов срока выдержки. То есть это как машина, которая выпекает, да? То есть там все выверено, выстроено от сырья до процедур, до сырья. То есть детали, 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 еще раз детали. Сложная цепочка. Мы ничего в ней менять не будем. То есть мы каждый раз выстраиваем цепочку, выстраиваем механизм, который дает возможность нам давать качество. То есть не надо ехать в Германию, чтобы пробовать немецкое. Вот такая проблема. А если в четыре раза увеличится? Построим следующий завод. Какие проблемы-то? Которые будут по той же технологии? Возьмем кредиты у какого-нибудь из хорошего банка, построим следующий завод, следующий, следующий. У нас проблема только в увеличении. У нас проблема в том, что показать и рассказать людям, насколько, что мы из себя представляем на самом деле. Не в фантазиях этих, не в слухах, не в каких-то рекламных брошюрах, а на самом деле. Вот экскурсии по заводу отличный способ. То есть люди видят эти цеха, видят эти оборудования, они понимают, как и из чего это делается. Это действительно их убеждает. Но мы не можем через экскурсии пропустить там полмиллиона человек, правильно? Это мы в ближайшие 10 тысяч лет будем это делать. А благодаря разговору, благодаря дистанционной торговле мы могли бы это сделать. Вот пока, к сожалению, ВОЗ и ныне там, да. Ну, спасибо за вопрос. Да, Вячеслав, к сожалению, время нас поджимает. Да, если что-то у вас еще есть, то мы уже не успеваем. Нет, спасибо. Да. В общем, бьется о заклад Владимир Маматов, что если удастся увеличить объемы существенно, то с качеством ничего не случится. По тем же технологиям, по немецким и так далее. Ребята, мы просто разнообразим палитру. Мы учтем желание каких-то там, не знаю, тысяч людей, сотен людей. То есть мы будем делать какие-то уникальные крафтовые сорта, будем интересоваться у людей. То есть мы будем двигаться, двигаться, двигаться и не остановимся в этом движении. Вот это единственный рецепт, который двумя руками, я ногами, всем зубами, воктями за это, да. То есть вот так мы будем жить. И увеличение объема не скажется на качестве по одной простой причине. Нам нужен потребитель. Нам нужен свой настоящий потребитель, который ценит нас, который любит нас, который понимает, что мы работаем ради него, и он покупает у нас не потому, что мы его приманили ценой или яркой этикеткой, а потому, что он убежден в нашем качестве. Все. Вот позиция. На этом завершаем сегодняшний разговор с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». До встречи через неделю, во вторник в 13 часов. До свидания. Всего доброго.